Привет всем! Мне задали вопрос по поводу того, что я могу посоветовать человеку, который решил войти в буддизм. И я решила даже про это записать ролик, потому что ответ, такой нормальный ответ, должен быть очень объемным и просто не вместиться в комментарий. Я там что-то написала, по-моему, даже в комментарии, ну ладно. Так вот, давайте поговорим о том, какие советы я могу дать начинающему буддисту. Я сразу хочу оговориться, что я не могу дать универсальные советы, потому что мы все очень-очень разные. Люди находятся в очень разных ситуациях. У кого-то куча храмов прямо под носом, как у меня, а у кого-то ближайший храм в соседнем регионе, то есть в соседней стране. Это во-первых. Во-вторых, люди вообще разные. Ну, скажем, на одном полюсе находятся те, кто хочет все сам-сам-сам, готов читать с утра до вечера, заниматься медитациями, и никто ему не нужен. А на другом полюсе у нас находятся люди, которым нужно, чтобы им проживали и в ротик положили. У них нет времени на все вот это вот. И, честно говоря, я не считаю, что какой-то из этих вариантов и все те промежуточные, которые между ними есть, что какой-то из них хороший, какой-то нет. Это все просто индивидуально. И поэтому давать советы довольно сложно. Я попробую дать такие универсальные, на мой взгляд, советы, о которых, по крайней мере, стоит задуматься, если у вас есть такая возможность. И начнем мы с того, это самый универсальный совет. Я даю его всем. Пожалуйста, идите в храм. Если у вас есть какой-то храм и вас, по крайней мере, не сильно отвращает то, что они там делают, то, пожалуйста, сходите туда. Потому что храм – это, во-первых, источник литературы. Это люди, которые вас поймут, вполне возможно. Это источник всякой движухи, практики, мероприятия, лекции и так далее. Ну и вообще, как-то проще люди вокруг, обрастете знакомствами. Я думаю, с этого нужно начинать. Но даже если у вас нету рядом никакого храма и вы практически один одинешенек в поле, все равно я очень не советую начинать в одиночку. У меня есть этот опыт и это не очень хорошо, честно скажу. Постарайтесь кого-то найти. Постарайтесь найти хотя бы хороший, милый, добрый форум, на котором с вами примерно на одной волне, если это возможно, конечно. Потому что, если вы остаетесь одни, то очень высока вероятность, что, во-первых, вы бросите, потому что вы не чувствуете никакой поддержки моральной ниоткуда. Если вы не бросите, то может получиться еще хуже. Вы можете просто уйти в какой-то глубины, в которую ходить лучше не надо. И не будет никого рядом, чтобы сказать «Э-э-э, чувак, поосторожней, пожалуйста». Так вот, не надо делать ни того, ни другого. Лучше найдите себе кого-то, с кем вы можете обсуждать практику и прислушивайтесь, в том числе к мнению этих людей со стороны. Очень многое видно лучше. Это второе. Теперь давайте переходим к вопросу «Что читать?». В этом я однозначно. У меня есть мнение, я его тоже везде всегда говорю, я говорю «Читайте сутры». Обязательно. Меня не убеждают всякие рассуждения о том, что «Ну мы же тупенькие, нам нужно, чтобы кто-нибудь нам все рассказывал, умный человек, какой-нибудь великий учитель». Нет. Я считаю, что так оно не работает. Если вы способны читать, если вы способны смотреть этот ролик, значит вы сутры почитать способны. Может быть не сразу, но об этом потом. Но у меня есть один, у меня есть довод, он может показаться таким ньюэйджево-эзотерическим, но на самом деле он абсолютно логический и приземленный. Так вот, сутры говорят лично с вами. Все очень просто. Смотрите, в любом тексте человек видит то, что интересно лично, персонально ему, что-то свое. И сутры ничем не отличаются. Вы тоже увидите что-то свое, что-то вас цепнет такое, цепанет что-то, что кого-то другого, возможно, вообще не зацепит. Кто-то другой это прочитает и пойдет дальше. И вот это за вас не могут сделать никто. Никакие великие учителя, какие бы великие они ни были, они не смогут рассмотреть в сутрах то, что нужно персонально вам. Они могут увидеть какие-то универсальные вещи. Да, но мы же не этого хотим, правильно? Так вот, как только вы почувствуете себя готовыми к этому, читайте, пожалуйста, сутры. Да, это, возможно, произойдет не сразу, потому что вхождение в течение сутры, ну, честно скажем, это не такое чтение, которое можно просто вот открыть книжку перед сном, пару страничек. Нет. Возможно, на это уйдет много времени. Хотя, ну, тхомопада, на мой взгляд, вполне такая легкая для чтения, ее можно читать. Еще сутра сердца коротенькое, легко читается на одном дыхании буквально. Очень советую. Не знаю, как с пониманием, то есть, вполне возможно, что вы это прочитаете и не сразу врубитесь вообще, что это такое и о чем, но, тем не менее. Джатаки очень весело читаются, но они практически как сказки. Что еще? Вот лотосовую сутру, например, с наскока читать не советую. В общем, постепенно в это можно входить понемножечку, шаг за шагом. А вот пока входите, можно почитать что-нибудь такое популярное, что такое буддизм, типа такого. Но вот здесь я не могу дать рекомендацию, уж извините. Во-первых, я говорила уже, что я практически не читаю на русском языке, только художественную литературу. А во-вторых, у меня вообще очень специфические пристрастия в плане буддизма. Я читаю научные статьи, мне это проще. Всякие тоже книги, разбирающие какие-то отдельные проблемы, это мне легко. Но почитать что-то для широкой публики, вот с этим у меня сложности пыталась, не пошло. Поэтому мне трудно давать рекомендации. Да вообще, я считаю, что здесь очень сложно, потому что, опять же, как я сказала, мы все очень-очень разные. И что одному понравится, другого может оттолкнуть. Мне, например, нравится, когда пишут с юмором и просто. Кому-то другому хочется, чтобы было серьезно, может даже пафосно. Кому-то хочется жесткой философии, кому-то хочется, чтобы все простым, понятным языком. Поэтому я советую просто найти парочку книг по буддизму, желательно написанные людьми, которые в этом шарят, желательно учителями или хотя бы исследователями буддизма. И просто пролистать, посмотреть, как вам нравится язык этого человека. Вам нравится, как он говорит? Вы чувствуете, что вы с ним на одной волне? Если да, почитайте. Если нет, если вы чувствуете, что вас отталкивает, то какой бы это ни был крутой человек, отложите эту книжку в сторону. Может, вы ее когда-нибудь почитаете, но сейчас лучше не стоит. Вы сейчас входите только. Вам нужно, чтобы все вокруг вас были друзья и все вас поддерживали. И ищите себе друга в книжке. Ну а после того, как вы закончите эту книжку, посмотрите, что читает человек, который написал эту книжку. И прочитайте то, что он читает. Скорее всего, это тоже вам понравится. Скорее всего, вы тоже ощутите, что это интересно. И так дальше, 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 дальше. Такое вхождение. По крайней мере, я обычно так делаю с литературой. И вот видите, куда меня это привело. Дальше. Что делать с практикой? С практикой лучше повременить. Если у вас есть рядом храм, если там что-то происходит, какие-то медитации, что угодно, сходите, попробуйте под наблюдением. Не советую заниматься какой угодно практикой самостоятельно, даже если это та самая дзен-медитация, которую якобы можно делать где угодно, как угодно, в каком угодном состоянии. Нет, пожалуйста, не делайте это. Вы можете слабить очень неприятные вещи. Если, да, лучше, лучше сходить на какой-нибудь фитнес-йог вместо этого. Это тоже может немножечко помочь подготовить себя к сиденью, например, в позе лотоса. Но самостоятельно ничего, пожалуйста, не делайте. Если вот никак сейчас, в данный момент не организовать себе практику с людьми, ограничьте вашу практику чтением книг и сутр, пока вам этого хватит. Почему я об этом говорю? Потому что я знаю людей, которые получили очень нехорошие последствия, пытаясь самостоятельно что-то с собой сделать. Даже та самая медитация – это, скажем так, весьма серьёзная нагрузка на мозг и разум. С одной стороны, я считаю, что медитировать стоит и с любыми предпосылками, с любыми целями, но я считаю, что не стоит этого делать в одиночестве. Лучше делать это с кем-то. Я вот никогда не медитирую в одиночестве, честно. И, наконец, тоже это очень важно. Ребята, не нужно на чём-то одном концентрироваться, не нужно считать, что если у вас в квартале есть один храм, то вам нужно именно туда. Если вам не подходит, попробуйте что-нибудь другое. Буддизм очень широкое течение, тут есть куча всего, и если вам не подходит что-то одно, возможно, вам подойдёт что-то другое. Ничего страшного в этом нет. Пробуйте, идите в одно место, в другое место, читайте одно, другое, и вы найдёте то, что вам нравится, вы найдёте ту традицию, которая именно для вас. Ну что ж, это универсальные советы. Если у вас появляются какие-то вопросы уже по ходу практики, то, конечно, обращайтесь ко мне, я помогу, чем смогу. Ну, пока вот так. Ну, всем спасибо. Пока-пока.